Вот как раз моя тема, как мы блокируемся, что мы блокируем в отношениях. Вот смотрите, давайте с вами представим такую картинку. Я, знаете, я люблю такую, знаете, вот, ну, абстракцию, да, чтобы просто вы чётко понимали, как это устроено. Мне кажется, это понятнее всего. Вот представьте... Сейчас такое, знаете, будет нелицеприятное, но очень яркое. Вот представьте себе, что вы живёте в семье, и наша семья, она, ну, как бы, разная может быть, да, в каких-то семьях нас бьют, в каких-то нас критикуют, в каких-то нас с кем-то сравнивают всё время, да, в каких-то нас всё время унижают, в каких-то нас игнорируют, что мы есть, что у нас нет, да, в каких-то родителях вообще заняты своей жизнью, мы их не видим, мы с бабушкой, да, воспитываем. И вот это ощущение себя, что я должна всё время чему-то соответствовать, или я должна вообще, ау, кто здесь, здесь никого нет, я одна, боже мой, тогда им нужно во что-то вцепиться, чтобы я была, чтобы я твердь ощущала, да, или я боюсь, папа пьяный или нет, или я боюсь, что папа сейчас усударит маму, я должна быть сильной, должна, значит, сказать, как бы родителей разнимать. То есть все вот эти действия ненормальные, вынужденные, да, они в нас блокируют ресурс. А вот теперь такой пример, вот смотрите, если вы живёте в семье, где воняет, да, вот смотрите, да, вот как будто, знаете, вы живёте в комнате, где лежит куча какашек. Это вот дом ваш, а вот как бы родители всё время ругаются, это как вот, не знаю, как постоянно токсичность, постоянно пахнет, понимаете, постоянно пахнет. А вы вот здесь вот находитесь, вы вот уйти, возможно, это ваша семья. Что будет происходить с вами? Что? Вы принюхаетесь, понимаете? Вы принюхаетесь, чтобы выжить, чтобы вообще мозг нормально, да, и рецепторы носа, они будут такие как бы спящие, да, то есть возникает блокировка, чтобы не контактировать вот с этой вонью, так назовём, да, вонью. Нос блокируется, притупляется способность чувствовать, чтобы выжить, чтобы вообще, ну, как-то в этом быть во всём, да. Потом мы выходим из этой семьи, но рецепторы-то носа уже прибились, и мы можем чувствовать аромат духов, мы можем чувствовать аромат цветов, мы можем чувствовать, как пахнет наш ребёночек маленький, новорожден, да, но мы не чувствуем, потому что у нас тогда нос атрофировался, и мы живём без запахов. А, например, нас ещё били, а, например, нас били, например, да, и нас так сильно били, что нам было так больно, и чтобы не сойти с ума, мы начали отключать чувства. Мы начали отключать чувства, чтобы не так было больно вот этот веник, или этот ремень, или там рука липкая, да, и мы потом выходим, а у нас такой, знаете, панцирь уже, мы в броне уже, потому что нам надо было выжить, и мы не можем почувствовать лёгкий ветерок, нежное прикосновение, какую-то лёгкую блузку. Мы не можем почувствовать нежность, потому что нас били, понимаете? И таких примеров может быть очень много, да, нас игнорировали, да, и потом мы выходим в мир, не чувствуя запахов, не чувствуя нежности, не имея опору в себе, какие отношения мы построим, каких детей мы будем растить, понимаете? Если я не умею чувствовать, я не смогу это передать, я не смогу часть жизни прожить, у меня этого куска нет. И вот когда мы через упражнения, через консультации, мы это вдруг разблокируем, мы вдруг понимаем, что не у меня плохой нос, а я жила в говне, извините, да, это не моё, и я могу своего ребёнка оттуда достать, и тогда мы вытаскиваем его из того зловонного пространства, вытаскиваем, и тогда, девочки, природная способность ощущать ароматы, она возвращается. Поэтому после каждого упражнения, которое вы у меня проходите, вы испытываете физическое расширение, вы говорите, мне становится лучше, меня становится больше, я сильнее, да, потому что внутренние ресурсы, которые были блокированы, они возвращаются. И мы можем отыскать своё сердце, свою нежность, свои чувства, свою самостоятельность, свою уверенность, свою расслабленность, свою свободу, своё творчество, своё материнство, что мы только там и не находим в этих образах, понимаете. И когда мы их возвращаем, мы говорим, Господи, Боже мой, так я могу действовать по-другому, я могу и смеяться, и плакать, и говорить «нет», и могу кричать, и могу не держаться за этого мужчину, я могу наконец-то сказать ему всё, что я думаю, без страха его потерять. И вдруг, понимаете, возникает расширение возможностей. А почему? Потому что определённая блокировка была в детстве. Потому что, девочки, мы рождаемся с невероятным, с огромным, просто он сильно трансформируется, видоизменяется. Потому что каждая травма откалывает кусочек. Если у нас было 100%, то потом у нас их 80%, потом 70%, потом 60%, потом 40%, потом 30%. А это всё остаётся, оно просто травмировано, и нужно иметь ключик, как его вернуть. Всем, мои хорошие, всем пока!